АЛТАЙСКИЙ КРАЙ АЛТАЙСКИЙ КРАЙ Во-первых, подготовка и к Алтаю, и к Барнаулу. Я же тут во многих конкурсах уже поучаствовал. И было известно еще в мае, что я поеду на Россию. Поэтому все лето у меня ушло на подготовку. И вот, наконец-то, в сентябре я поехал. Конечно, поездка была очень долгая. Сначала на автобусе, потом на самолете, потом на поезде. В общем, два часа в пути. Я в Ростове. Там, конечно, другой уровень. Всероссийский конкурс. Участники все уже более опытные, более такие профессиональные. Сколько их было? Планировалось от 20 до 30 участников. Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Краснодар. Там много городов подали заявку на участие. Но много этапов кастинга, много конкурсных программ. И в итоге дошли до самого финала только двое. Я и мистер Ростов. Как оценивают мальчиков моделей? Явно не по параметрам 90-60-90. А что нужно, как нужно себя показать, чтобы зацепить жюри? Тут у всех, конечно, разные критерии оценивания, разные баллы. Но я считаю, именно в мужских конкурсах тут самое главное мужественность. Самое главное то, какой ты внутри. Потому что одной внешности бывает мало. И уже смотрят на то, как ты ведешь себя на сцене, боишься ли ты участвовать. Где-то все равно у зрительского зала все видно. Поэтому там очень много всего на самом деле. Но самое главное это оставаться мужчиной. Волнение было, когда выходил на подиум? Волнение у меня до сцены почему-то. То есть когда я выхожу на сцену, там уже просто как будто оживаю. А вот до сцены, конечно, волнуюсь, какой-то мандраж начинается. Это вот всегда было так. Татьяна, как настраивали подопечного? Ой, мы очень мощно готовились, кстати, в этом году. Провели, во-первых, ряд фотосессий. Потому что для российского уровня нам было необходимо создать модное модельное портфолио. Поэтому мы ездили в шикарный сад. А Марина Берр прекрасный. Ездили также на какие-то съемки, выездные. Рекламу одежды проводили. В общем, готовили. И также по дефиле Антона. Очень активно проводили тренировки дефиле. Учили всякие фишки. Делали, оттачивали мастерство в плане хореографии. Также в агенции в нашем мы поставили ему шикарный, я думаю, танец, который также смог Антон Бларио ему победить. Наш хореограф стал профессиональный танец. Он очень красивый, современный. В общем, работали по полной. Это какие-то современные движения, которые сейчас бывают. Особенно близки зрителю. Ну да, в стиле хип-хоп у нас был танец. Антон пластичный. Ну я думаю, да, хотя он не занимался раньше танцами, говорит, сильно профессионально. Немножко занимался, да, когда-то. А в целом, да, занимается спортом. Ну и, наверное, это как-то тоже помогает. Поэтому он открыл, для нас это было новое открытие такое, что он еще и прекрасно танцует. Поэтому у него новый талант. Будем развивать его тоже в этом направлении, я думаю. Когда на Россию готовишься, там все-таки такие таланты бывают, простреливаешь. Вот танцы тоже открылись, да. Такие конкурсы, конкурсы красоты, они что дают молодым людям, именно мальчикам? Татьяна, наверное, к вам вопрос. Куда дальше после всех конкурсов? Да, смотрите, сейчас у нас Антон в начале был победителем мистера Барнау, мистера Алтай конкурсов. Мы отправили его на дальнейшее продвижение на мистер Россия универсал, где удачно победили. И теперь мы отправляемся на мировой первый, это у нас этап конкурса, мистер Мира Интернешнл, который пройдет во Вьетнаме как раз в феврале. Поэтому будем готовить его туда. В случае победы там мы отправляемся на мистер Вселенная. Город пока, страна еще неизвестна, потому что каждый год они меняют. Сейчас это сложившись с обстановкой, но это будет уже в 2024 году, где-то к концу года. То есть еще у нас два вообще важнейших таких этапа мировой и вселенной уровня. Антон, расскажи о себе. Почему модельное дело? Как ты пришел сюда? Ух, ну всю жизнь я занимался футболом, вот как сказала Татьяна Олеговна. С футболом? От футболиста модель? Да, мы плавание было. И фильмы. Я снимался в местной киностудии. Сейчас называется, по-моему, Эдмайер Кит Синема. Раньше называлось ШКИТ, школа кино и театра. Я был сначала там, снимался и в видеороликах, и там разные такие видеоклипы, коротенькие. Три фильма, плавание, карате, все вот эти боевые искусства. То есть было много всего. А потом в феврале мне, получается, отправляют сообщение мой крестный отец. Привет ему передаю по поводу, он будет рад. А то он обижается, да, когда мы его не упоминаем. Ну иногда, да, может, обидеться. И он мне отправляет сообщение в Телеграме. И в инцидент Барнаул выложили вот именно пост, что идет кастинг на мистер Барнаул. Я сначала еще недели полторы-две, наверное, смотрел на это сообщение, думал, пойти, не пойти. Ты еще думал, посмотрите. Да, я еще думал, что потяну, не потяну, что там надо вообще, как это бы со временем. А потом, что я думаю, это надо идти уже, а не сидеть. Ну все написал, прошел кастинг и так вжился в эту роль, конечно. Это очень классно. Я считаю, что каждый человек должен хотя бы попробовать себя в какой-то конкурсной программе. Мисс Алтай, мистер Барнаул, и для девушек, и для женщин, и для мужчин. Это развивает как личностные качества, так и физически. Очень идет хорошая подготовка, хорошие все упражнения, растяжки. Как знакомые отнеслись, родители? Все-таки моделинг не для всех. И, наверное, некоторые там стереотипы какие-то складываются непонятные. И непонятно почему, еще и непонятные. В общем, как отнеслись близкие люди? Ух, ну, родители у меня такие, что я их очень люблю, они меня очень любят. Мы такие, что легко идем на контакт, и они, наоборот, рады, что я где-то принимаю участие. То есть, когда я был на плавне, на футболе, во всех видах спорта, во всех каких-то таких событиях, они очень радовались. Ну, конечно, вот в этой сфере, в моделинге, папа был немножечко так, ну не то чтобы против, он именно не понимал, что это такое. Потом уже пришли на финал мистера Барнула, я позвал родителей, родственников, и тут уже все сомнения развеялись. Просто финал был грандиозный, такие эмоции, вот такая подготовка. И в итоге сейчас все поддерживают. Семья очень гордится, очень рада, что сейчас выбрал такой путь. Ну, а друзья, они просто были в шоке. Я, во-первых, молчал до последнего момента, никому не рассказывал, что участвую в этом конкурсе. Ну, потому что я считаю, что все-таки надо молчать, лучше вот успех сделать шум, а так вот двигаться в тишине. Поэтому я рассказал уже после того, как приобрел титул, и то даже не рассказывал, а сами ребята узнали. Узнавали ребята из новостей, где про нас пишут, про наш результат, из каких-то вот новостных даже приятно, даже где учатся сейчас на учебе узнали, да, Ну, они, конечно, были в шоке. Я сам был в шоке, я честно. Теперь ваши главные поклонники, получается, в том числе и родители. Ну да. Родители, да, я очень на самом деле счастлив. Я помню вот на мистера Барнаула, когда вручали ленточку, я еще не видел лиц родителей, потому что там было очень много зрителей. А потом уже все, фотосессия закончилась, церемония награждения, и в итоге я спускаюсь и вот смотрю на маму с папой, они были настолько счастливыми, вот не передать словами, вот только ради этого стоит поучаствовать. А корону вручают победителю? Ну, как бы вообще мужчинам не предполагается корона, потому что даже вот на России нам вручили, что лента у нас наградная, как в виде шарфа такого, у нас кубок есть, у нас дипломы официальные, а также возможность поехать на следующий конкурс. Ну, мы, в принципе, Антонову планируем сделать корону за даже наши достижения Барнаула. Местные дизайнеры занимаются, работают, уже даже делали эту корону, но немножечко, как это оказывается, все даже одеженские выполняли короны, их задумка, что-то немножко не получилось, они что-то там переделают. То есть она, оказывается, сложно выполнимая. То есть корона будет именно какая-то наша, уникальная, и будешь носить, надевать ее на те же фотосессии, наверное. Да, где-то для наших каких-то фэшн съемок, дел. Дома пару раз проходили. В жизни, я думаю, у нас Антон, кстати, хочется заметить, что и отличается тем, что у него нет звездной болезни, это тоже хорошо, и я думаю, он такой человек работоспособный, ему это и не присуще. Татьяна, да, звездные болезни, вы наверняка наблюдали, может быть, у девушек, которые победили в подобных конкурсах. Антон отличается, да, от многих? Да, у него такой нет, я думаю, не предполагается. А как справиться со звездной болезнью в данной ситуации? Потому что нас смотрят через зрители, и, возможно, тоже хотят связать свою жизнь с моделингом. Вот как справиться с такой... Чтобы не получить звездную болезнью? Да, да. Ну, как-то, знаете, тут, наверное, лично, это же от личных качеств зависит. Допустим, у нас зачастую бывают люди, вот мы, у нас тоже, у меня даже нет звездной болезни, хотя мы столько имеем титулов, столько уже создали звезд. А, допустим, бывает, приходят ребята, просто поучаствовав в одном проекте, там у них уже она как-то появляется, если, ну, как у вас это так получилось, у нас столько миллион проектов не появилось у вас с одной. То есть от личных качеств зависит от своего, от состояния какого-то духа, но и избежать ее, наверное, не знаю, если, судя по Антону, я как понимаю, то это трудоспособность постоянная, он понимает, что всегда есть над чем работать, что нет предела, в принципе, самосовершенствованию, то есть надо дальше-дальше идти, мне кажется, это помогает, когда ты видишь, что они какие-то... Добавить. Куда дальше идти, что есть добавить, вот это надо больше, наверное, на это обращать внимание, и все будет отлично. Ой, да тут на самом деле шаг за шагом надо идти к цели, потому что, ну, вот были такие случаи, когда и уже на Барнауле ребята останавливались в прошлых годах, поэтому тут самое главное понимать, что еще есть куда расти. Вот сначала я поучаствовал в Барнауле, один день, конечно, у меня был такой еще, осваивался с этим титулом, а потом я понял то, что, в принципе, если я остановлюсь сейчас, то, ну, в принципе, все, это все, что я получу. А конкурсов еще много, еще много. То есть эмоции нужно попридержать, когда сначала пройти все этапы, да, добиться чего-то. Эмоции лучше выкладывать на тренировках, в новых репетициях, тут, конечно, вот так вот. Поэтому надо работать над собой, а звездная болезнь, она может очень помешать в любом плане, в плане жизни, там, работы, в каком-то хобби. Поэтому надо понимать, что еще есть куда расти и просто двигаться к цели. А с соперниками как взаимодействовал? Что-то другу не пакостили? Блин, на самом деле, вот Барнаул мне больше всего, наверное, понравилось. Но, во-первых, это мой первый проект, первый опыт. Первый, наверное, поэтому эмоции такие потрясающие. Да, ну и вообще... У нас отличались в этом году участники. У нас были такие разноплановые, кстати. И у нас старший лейтенант полиции участвовал, и спортсмены участвовали, и хореографы, знаменитые, которые вокалисты. То есть разноплановые. Вот Антон, футболист, считай, был очень крутой набор. И было у нас, получается, что 10? 9 участников. 9 участников, один выбыл под финал, перед финалом по болезни. 9 финалистов в Барнауле было очень серьезное. Прямо все красавцы. Ну, взаимодействие было такое дружественное. Прекрасно. Очень дружеское, очень взаимоподдержка. Ну, костюмы сценические не рвали, ничего не портили. Подожки там, да, все. Да, да, да. Что-нибудь в обувь не подсовывали. Нет, вот насчет мужских конкурсов, я ни разу такого не встречал. Вот, ну, я побывал в трех. Барнаул, Алтай, Россия. Ни в одном конкурсе я не видел, чтобы пацаны как-то, во-первых, относились друг к другу с боевым настроем. Что там, ты что, куда ты прешь? Такого никогда не было. У нас наоборот, мы даже конкурентами друг друга не звали. Всегда оппоненты, друзья. Да, так было вот всегда. И, в принципе, они поздравили с победой, что было очень важно. Я еще думал, вот поздравят, не поздравят, да. А победиться могут. Антон, поклонницы появились? Пока. Пишут в социальных сетях, может быть, требуют личной встречи? Ну... Требуют. Требуют, потихоньку требуют. Бывают, конечно, пишут, но, не знаю, я как-то больше сейчас в спорте, в работе, в учебе. Тем более, сейчас же поступил в колледж культуры и искусства, кстати, за счет вот модельного агентства. Изменяется. У нас даже траектория у людей, что важно, неоднократно уже, именно в профессиональном плане, вот модельный, модельный, как может помочь, да. Да, блин. Да, расскажи, вот ты, куда собирался поступать, где ты сейчас? Я собирался поступать в педагогический, хотел стать тренером, потому что, ну, вот, футбол у меня шести лет, спорт, это вот уже как неотъемлемая часть жизни. Поэтому я думал поступить в ПЭД, отучиться на тренера, физкультурный факультет, и уже вот работать в сфере спорта. А потом поучаствовал вот в «Мистер Барнаул», также еще же и фильмы снимался, мне это все очень нравилось. Еще также хочется заметить, что мы ведущим доверили ему после конкурса «Мистера Барнаул». Да, да, он так себя провел. Голос очень бархатный, прям еще как классный. Да, очень классный, поставленный голос, и мы дали ему шанс провести детские конкурсы ежегодный турец «Принцесса Алтая», и Антон справился, что удивительно, с первого раза, с дебюта на 5 баллов, с плюсом, наверное, даже. Получается, жизнь просто, она поменялась, пошла вот по тому направлению, по которому ему подходит. Да, он в этом себя и сам видит, и как бы у него все способности к этому направлению, мне кажется, они как раз и расположены. Да, и расскажите, вот конкурс во Вьетнаме в феврале пройдет, что там такого особенного нужно сделать, чтобы победить? Безусловно, победить. Ну, победить, наверное, как и везде, это просто быть лучше во всех направлениях, то есть по всем этапам пройти на все баллы. Но вообще-то мы посмотрели, вспомнили, что тоже смотрели, вы творческого номера даже нет, по-моему, там, да, в регламенте? Там очень много одежды, просят заданий, именно по стилям, там, наверное, как будет больше модельный, я так понимаю, конкурс, много очень показов муты, каких-то модельных, красивых фэшн-выходов, потому что там такую большую нам надо собирать пресс-курант одежды, там и маечка-шорты, и комплект черный, комплект белый, там еще какой-то с шляпой комплект, еще какой-то там, вот именно много по одежде заданий, кстати, привезти своих. И я думаю, там будет именно все основа на шоу, и на будет шикарное фэшн-шоу, дефиле, какие-то вот изюминки, фишки надо будет готовить, проявлять, вот даже творческого, творческий номер у нас был на Барнауле, на Алтае, конечно же, на России, вот тут что-то мы даже в регламенте пока даже не увидели, еще, конечно, переговорим с организаторами, но, по-моему, даже нет там творчества, чисто модельный конкурс. Антон, в победе уверен? Намерю. Конечно. Я на Барнауле-то, ну, все равно, уверенность, она тоже иногда мешает, она бывает лишней, то есть тут надо понимать вот эту вот маленькую грань, потому что некоторые люди вот уверены на 100%, все, я держу победу, я буду первым, все, вперед. В итоге ничего не делают, ну, думают, что все, зачем мне работать? А в итоге последние места, там, вторые, третьи, но все равно победы не видать. Поэтому уверенность должна быть за свои силы, за то, что я уверен в своей подготовке, я выйду и сделаю все вот на свой максимальный уровень. Выложишься на все 100%. Да, вот именно это надо. А если вот так вот, я уверен на 100%, сидеть там на диванчике и чаю пить, это, конечно, уже звоночек такой. Спасибо за вот эти 15-16 минут, мне тоже захотелось прикоснуться к сфере модельного бизнеса, это, конечно, хотя бы посмотреть, как это все происходит, это очень интересно. На конкурс «Мистер Сибири» и «Королевы красоты Сибири-2023», поэтому можно тоже пригласить как-то. Да, и телезрители, я думаю, тоже как раз поучаствуйте, обязательно такое всегда надо испытывать, я думаю, это эмоции новые, опыт новые. Спасибо огромное вам за диалог. А я напоминаю, что у нас сегодня в гостях был обладатель титула «Мистер России» Антон Воронин и руководитель модельного агентства Татьяна Жилина. До встречи. Продолжение следует... Продолжение следует...